Достает этот аппарат и говорит, сейчас я боролась за тебя, вот именно он тебе этот аппарат нужен. Хаос в словах и мыслях, воспоминания грешат нелогичностью. Валентина Коширина с трудом подбирает пазлы, чтобы собрать картину рокового для ее денег дня, когда отдала семейные рубли в чужие руки. Как выяснилось, не единственная, кто погорел на доверии. Она забрала эти деньги, 8 с половиной тысяч, подошла к брату, который не встает, худой. И говорит, я вызову тебе завтра врача, я поставлю тебе на учет. Вот мы тебя, говорит, вылечим, вот пользуйся этим аппаратом. И забрала деньги. Утирает слезы безысходности. Ее отец отдал все деньги, которые должны были пойти на лечение тяжелобольного брата. Здесь в надежде вернуть всю сумму обратно. Обманутый десант борется за права у стен, заработавшей на доверии организации. То есть воспользовались некомпетентностью своих покупателей, клиентов, так как они уже в пенсионном возрасте. Некоторые из них инвалиды. Вот течи, например, инвалиды торговли. Она доверилась просто этим людям, мошенническим действиям. И выложила им деньги. Свою пенсию. Со слов пожилых родственников рассказывают, как это было. В квартиру к пенсионерам приходила пара. Мужчина и женщина. Представляли их сотрудниками коммунальной службы. Рассказывали о корректировках. Потом плавно переходили на тему медицины. И под конец уже активно предлагали купить их товар. Один прибор совсем не работает. Не работает. То есть не работало. Вот. Второй прибор мы просто не включали. Но по закону потребителей мы можем просто отказаться от товара, от того, что он им не понравился. Только сейчас они закрыли. Только сейчас. Как увидели телевидение. Как увидели телевидение. Еще пять минут назад и мысли не было о технических сбоях. Недовольные покупатели спокойно написали заявление на возврат товара. С журналистами общение ограничилось телефонным звонком. Я обязана принять как секретаря от потребителя претензии. Я претензии приняла. Я их зарегистрировала. Копии с регистрацией им выдала. То есть все, что входит в мои обязанности, я выполнила полностью. Своей стороны нарушений я не вижу никаких. Хорошо. А в работе компании? В работе компании это только руководство может комментировать. Я такие вещи не имею права комментировать. Покупательский спрос на товар медицинского назначения родные пенсионеров видят в одном. Гипнозе. В компании сверхъестественные способности своих сотрудников отрицают. Не могу прокомментировать никоим образом, потому что, насколько я знаю, наши сотрудники гипнозом не обладают. Со стороны закона сложно придраться. В компании довольно грамотно составили документ, в котором черным по белому написали. Товар возврату не подлежит, а сами сотрудники – посторонние лица. На бумаге – подпись пенсионеров. Без надежды на закон родственники говорят об этике, о которой в вопросе денег обычно не вспоминают.